Да, это так. А вот это у меня всегда... Да, братья. Молимся. Как всегда. Молимся за учителя, за переводчик. Мы молимся за учителя, за переводчик. К сожалению, не попадет. Все мы желаем. Кто хочет? Да. Я могу. Давай. Все началось. Кто-то слабо повезло. Я все верю. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Святой смех. Ха-ха-ха. Как я буду до вас тестовать? Ох. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Не стопайте. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все, пойми. Боже, дякую тебе за сегодняшний день. Боже, дякую тебе. Такое чаревное утро. Боже, чтобы мы могли начать своего слова. Боже, своего разговора. Боже, сейчас просим тебе, чтобы ты делаешь нас в своем слове. Боже, проговаривай через целое, что ты хочешь нам сказать. И так же помогаем Ане всякая верноусь к нам оболить, чтобы в нашу маму заходило все. Укажу тебе, как вы будете. Аминь. Аминь. Да. Слава Богу, друзья. Праздник Бога. Сегодня второй день праздника Пурим. Сегодня второй день праздника Пурим. В Библии рассказывается, что, а да, напиться надо, надо. Это просто грех не выпить. Считается праздником. Да, не выпить. Да. Это единственный праздник, который в еврейской традиции считается именно грех не выпить. Вот реально. Все остальные праздники можно... Да. То есть другие праздники, ты можешь пить, можешь не пить, но здесь даже и трезвенькие и язвенькие все пьют. Единственный день. Потому что для всех нас исполняться духом, это то же самое, что напираться вином, да еще и... Так что пейте, упивайтесь вином Духа Святого. Вот это как раз вот для нас всех. Это всегда можно лихаем, всегда можно... Да, мы и споем. Споем? Да, и споем обязательно. Сейчас запою. Да, это как в Грузии тоже, там кушаем, мы много кушаем. У них там обычно завтрака почти нет, обед так чуть-чуть, а в основном процентов 90% всей пищи это ужин у них. Да, и много едим и много поем. Потому что без песен столько не влезло бы просто. Потому что без песен столько не влезло бы просто. Вот так вот, так что... Ладно. А почему, кстати, второй день праздника? Помните и в Библии, да? Рассказ? Помните, почему мы праздновали второй день? Помните историю из Библии Эстер? Потому что говорится, что именно евреи города Шушан, Сузы, они именно во второй день организовали пиршество и праздник и давали подарки детям и бедным людям. И царица Исфирь и Мордехая подписали письмо свое. Поэтому второй день как раз у нас тоже праздник. А в этот раз получается Пурим сразу переходит в Шаббат, то это вообще сплошный праздник, короче. Вот. Но вернемся к празднику. Хотя сегодня я кое-что расскажу и о празднике еще все-таки. Хотя для христиан большинства этот праздник, как и многие другие библейские праздники, забытый. Вот. Из того, что я рассказывал в прежние дни, я поделился тем, как происходило смешание христианства с язычеством. И я рассказал такую историю развития иконопочитания в Церкви. И обозначил год, 787 год, когда на Соборе 7 было принято решение. На этом Соборе было легализовано иконопочитание, и было объявлено, что это и есть правильный. Иконопочитание христианства было легальным в этом Соборе, и это было принято решение делать. Хотя основывался Собор именно на сказочных сочинениях, на сказках. И как христианин, и как художник я понимаю, что Бог не против искусства, не против живописи. Потому что и Библия говорит об этом. И когда о скинье делали, то Бог повелел даже именно мастерски все красиво очень сделать, оформить. А хирургий мовчика на работу сделать завесы и все-все. Поэтому во второй заповеди ключевым для понимания является не делай, а не поклоняйся и не служи им. К примеру, в мусульманской традиции считается ключевым именно не делай. Но это неправильное объяснение. На самом деле именно ключевым является не поклоняйся им и не служи им. Потому что из «не делай» есть исключения. А из «не поклоняйся и не служи им» нет исключений. В книге «Изфири» рассказывается, помните тот эпизод, который стал отправной точкой той победы? Когда царь Ахашвирош приблизил к себе нечестивого Амана. И дал ему власть и все должны были поклоняться пред ним. Все поклонялись, все народы и евреи тоже многие поклонялись, да. Но среди евреев нашелся один настоящий иудей. Кстати, в Библии он как раз первым называется иудеем имена. Именно иудеем. Иудеем. Абборация в Библии есть евреи. Есть евреи, а есть иудеи. Иудим – это больше отношение к национальности, хотя не совсем. Но иудим – это именно поклоняющиеся Господу. Хвалящий Бога, хвалящий Господа. И Мордыхай объяснил своим товарищам, что он иудей, он не хочет поклоняться никому другому, он только Богу поклоняется. И окружающие Мордыхай, они ему говорили, что ты делаешь, ты должен исполнять рука царски, ты должен поклоняться этому Аману. И они несколько дней уговаривали сделать его это. Но Мордыхай отказывался и говорил, я иудей, я Богу поклоняюсь. И там написано, интересно, что вот эти вот товарищи, они решили рассказать все Аману и посмотреть, устоит ли в своем слове Мордыхай. И хотя из этого родились потом большие проблемы для Израиля, но на самом деле это послужило во благо народу Божьему, во благо духовного поклонения. И в конце концов, наш победитель. И мы вон. Да, они все живы. Они живы, они практичат Judaism, они живы. И там есть различные секции, Orthodox, хаеки, Консерватив, Реформа, и Мессианик. И эти Реформы и Медиа. Вы окурли, Медич. Yeah. improvis Corinthians. Верный язык не вверх, не хватает слова. Ну, надо придумать куда-то слово. я уже придумала, но прогладываю. alright, alright. Вот и, что еще скажу, по поводу поклонения, our dye, Иисуса Дьявол тоже искушал. And about worshiping, you know, Jesus has shown the message. И Иисус ответил противнику достойно. Он сказал, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. То есть Иисус ответил как настоящий иудей. Что Он только лишь Богу поклоняется, и никому другому ничего. И нарушение первой заповеди – это обращение к кому бы то ни было, помимо Бога. Это может быть даже без изображений, без идола. Многобожие может развиваться самостоятельно, без идолопоклонства. Но идолопоклонство – это как раз использование предметов в религиозной практике в поклонении Богам или Богу, даже Богу истину. Но идолопоклонство в себе означает, что вы используете объекты, чтобы прожить что-то. А когда вышли из Египта, евреи, то сделали золотого тельца. Помните историю, да? И Аарон попытался исправить ситуацию. И он сказал всем евреям – завтра праздник Богу. И там стоит имя Господа. То есть, даже если сделали тельца, даже если сделали идол. Но праздник будет Богу. Там стоит Иудхей, Бабхей, то есть Иегове, Богу, Создателю неба и земли. Но Господь не принял этого поклонения. Бог всемогущий, даже если и Аарон попытался именно выправить ситуацию, Бог не принял это поклонение. Идолопоклонство, оно не прославляет Бога, оно позорит Господа. Это не достойно имени Всевышнего Бога. А в Новом Завете эта же тема прозвучала по-новому. Иисус сказал, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и в истине. И так понимали первых триста лет наши старшие братья и сестры. Так понимали еще сто лет уже свободной легальной церкви христиане. На протяжении и первых трех столетий и потом еще целого столетия уже свободной легальной церкви, официальной церкви. Христиане не имели практики иконопочитания, даже изображений не было вообще. Никаких. Но между этими соборами, вторым и третьим, появилась эта проблема. И затем она развивалась эта проблема и в 787 году она была уже как бы оцерковлена, легализована. Но споры еще продолжались, все равно еще. Очень многие христианские служители и епископы говорили неправильно делаем, надо покаяться, вернуться к тому, от чего мы отпали. Несмотря на указы царские, многие жители империи продолжали игнорировать иконопочитание, обращались к Богу лично, без последствий. И вот в 843 году это было уже закреплено кровью, репрессиями. Это сделала императрица Феодора. На протяжении года было казнено свыше 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. В течение года одного. Инквизиция православная восточная была гораздо более суровая, нежели западноевропейская. Когда мы говорим об инквизиции, обычно имеем ввиду западную, тоталическую инквизицию. Об этом написано много литературы. Снимаются фильмы. Недавно, на днях буквально, мы вспоминали, как 19 лет тому назад Папа Римский Иван Павел II кавился в инквизиции. Этот римский павел сделал, на самом деле, очень важное заявление, историческое. Это было 12 марта 2000 года. Да. И это заявление, оно потрясло ваше христианский мир. И католический, и православный тоже. Иван Павел II сказал, что от лица католической церкви он кается, просит прощения за инквизицию, за преследование некомыслящей. Это было очень мощное заявление, очень сильное. После этого даже очень многие другие конфессии зауважали католическую церковь. А, потому что это признак взрослой церкви, зрелой церкви. Как и человека. Признак взрослого человека какой? Что он готов признавать ошибки и готов работать над своими ошибками. И справляться готов. Независимо от количества лет прожитых на этой земле. Но если человек даже он уже и старый по годам свои, но если он не готов признавать ошибки, не готов над ними работать, исправляться, мы говорим, он еще не зревый человек, он еще не взрослый человек. И вот 12 марта 2000 года церковь холорическая заявила о своей зрелости, на самом деле. К сожалению, православные церкви на востоке все существующие и у нас здесь отказались от подобного тоже заявления. От покаяния. От покаяния. От покаяния. И я надеюсь, это произойдет все-таки в ближайшее время. Молюсь об этом вообще. Поддержите меня в молитве тоже. И когда на следующий год, 20-й год, как раз я планирую как раз об этом провести собор, посвященный 20-летию заявлений Папы Римского, чтобы и для православной церкви был шанс. Покаяться. Испанская инквизиция, к примеру, иллюстрация такая. Испанская инквизиция. Она началась раньше всего и позже закончилась. 500 лет инквизиции истории из Испании. Было казнено публично официально около 36 тысяч человек. 35 и дальше. Там подсчитано до одного подсчитано. В этом тоже особенность именно западной инквизиции. Как, допустим, во времена Третьего рейха немецкие фашисты, допустим, нацисты, они подсчитывали количество казненных в консловерях до одного человека. Учет велся. У нас по-другому все. В этом особенность тоже восточная. Фактически учет никогда не велся в нашей инквизиции православной. Некоторые цифры сохранились, но это довольно приблизительные цифры. То же самое и во времена сталинского ГУЛАГа, допустим. Тоже учет точно не велся. Хотя фабрика смерти у нас работала больше, чем в Германии. Вот такая история. Помните, да, за 500 лет в Испании было около 36 тысяч человек казнено. А здесь в течение одного года, 842 и 843, в течение одного лишь года, свыше 100 тысяч казней публичных. Я думаю, нам, православным, есть в чем каяться. И даже гораздо больше, чем католикам. Потому что именно через покаяние приходит вот это возрождение. Через покаяние приходит восстановление. Это как и в жизни, в судьбе отдельного человека, так и в жизни целых там сообществ, государств, церквей, общей. Господь благословит нас. Сам дух этой инквизиции. Это зародилось на востоке, не на западе. Задолго до того, как инквизиция на западе уже проявила себя, а на востоке она уже была известна. И гораздо позже у нас инквизиция существовала. И икона почитания была насаждена силою инквизиции. В течение года 842-843 года до марта 843 года до марта 843 года во всей восточной империи была произведена такая экзекуция. При всех церквях ставились кресты и иконы. Указан царица Феодора. И каждый житель империи был обязан в присутствии государственных чиновников и священнослужителей поклониться этим изображениям, поцеловать их, и должен был получить удостоверение специальное у этих чиновников и священнослужителей, что он был у почитания этого поклонения. Кстати, ношение креста тогда стало обязательно, как доказательство того, что ты был у этого поклонения. Так что выражение крест спасать в то время означало буквально. «Потому что если ты даже при входе в город, допустим, ты не мог показать этого удостоверения, тебя могли арестовать, подвергнуть репрессиям и даже казнить». Какие были правила? Еврейская община фактически вся покинула Византийскую империю в то время, вынужденно покинула. И чиновниковая популяция должна была уничтожить из Византийской области. Потому что остались лишь те богатые евреи, которые взятками просто... ну, платили взятки и на них закрывали глаза чиновники. «Только жертвых жевы остались, потому что они бы бравили, платили деньги для представителей, чтобы не подпишись их. Потому что в империи были указаны, что за отказ почитать иконы, почитать кресты, полагалась смертная казнь. А те жители империи, что отказывались от почитания икон, их предавали светским властям на расправу. Священники должны были как бы увещевать, наставлять человека, убеждать его. Но когда он, если отказывался, все-таки, несмотря на уговоры, его должны были предавать светским властям, а те должны были его сжигать на костре. Если человек имел заслуги какие-то перед церковью, перед государством, то его не сжигали, а обычно просто душили или топили в воде. Но в основном горели костры, и людей сжигали на кострах. И 11 марта 1843 года сгорел последний костер. И императрица объявила это государственным праздником. И с тех пор это отмечается тоже как праздник и церковный православный. В первом воскресенье Великого Паста. По традициям в прошлом воскресенье. Называется торжество православия. Это очень печально, что до сих пор эта практика существует. Сейчас, конечно, не сжигают. Уже давно, слава Богу, нет этой инквизиции. Но поется до сих пор раз в год именно в первом воскресенье Поста анафема всем христианам таким. Поется проклятие всем, кто не почитает иконы. В православии это считается формой проклятия. Это форма церкви. Священники поют, читают, кто иконам не почитает, крест не почитает, мощей. Анафема, Егор поет. Анафема, 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 анафема. В нашей церкви мы делаем наоборот. Мы благословляем, благословляем, благословляем всех. В нашей церкви мы делаем наоборот. Мы благословляем. Мы благословляем и благословляем этих людей. И я говорю часто, Боже, не слушай их, просто помилуй их, прости их. Не понимают, что делают, просто не понимают. Даже будучи традиционным священником, я старался не бить Анафема. Они мне не нравились никогда. И я тоже отказывался считать проклятие в адрес еврейского народа. Во-первых, это было у меня против моей веры, против моих убеждений всегда. Я понимал так, что мы не призваны проклинать людей, мы призваны благословлять. И отец Александр Мейн, священник православный, лет тридцать назад он тоже держался такой же практики. Он сказал, что он тоже отказался от этой практики и не стал проклинать тоже евреев. Он это сделал и как еврей, и как православный священник. Вот, и слава Богу, что католический церковь отказался от этой практики, давно уже отказались. Но в православии у нас до сих пор беда есть. Поэтому тоже молитесь о освобождении от антисметизма и экстремизма какого-то фанатизма. Я думаю, что для нас эта анти-чу-политика не будет канцелена. Это целую ночь там. Ути, как на спать. Что-что? Нет. Кирилл, моя лекция. Да. Скажи, скажи, скажи. Это музыкально. Это музыкально. Это музыкально. Под ухо там. Это музыкально. Понятно. Вот. И, значит, вот такая история. Так. Что еще рассказать вам? Об этом уже понятно все? Да. Вы понимаете историю этого события? Кстати, значит, обычно кровавыми тиранами называют тех в истории, православные историки, кто как раз был против иконы. Иконоборцы на коронавирус. Но это совершенно никак исторически не подтверждается. это попытка с больной головы на здоровую перевалить просто все. И, к сожалению, царица Феодора, которая это узаконила, она официально до сих пор святая в православной церкви. Как и многие другие тираны, которые водили такие ереси. В это время была царица Ирина. Она тоже официально святая в православной церкви. Хотя была женщина совершенно далекая от христианства. Но она насаждала иконопочитание, поэтому как бы ее признана Домой Святой. Как и император Константин. В православной традиции он тоже называется святым и даже равноапостолем. Хотя его жизнь была очень деликат от христианства. И ничего общего не имеет с христианством. А, кстати, во многих учебниках допущены ошибки. А во многих учебниках христианских даже говорится, что он якобы принял христианство. Это историческое несправедливость. Этого не было. Я специально эту тему исследовал. Нет ни одного подтверждения этому. Наоборот, есть много подтверждений обратному. До последнего дня своей жизни Константин Император он оставался жрецом, верховным понтификом Зевса и Митры, другим божествам. И на предложение придворных епископов принять такие христианства он отвечал отказом от них. Он говорил, что вот он собирается все-таки посетить Израиль однажды, святую землю, и, может быть, там он и примет, может быть. А потому что его мама Елена была в Израиле, там была на этой земле и там как бы она принимала христианство. Но сам Константин так и не принял христианство. Он использовал христианство как политическую силу, как религию новую. Он использовал христианство как политическую силу, как политическую силу. Он смотрел очень рационально на религию. И хотя он сделал христианство одной из католических религий, главных религий Иерима. Но он оставался понтификом, главным жрецом именно Зевса и Митры, божеств, языческих божеств. За три дня до смерти он пришел в себя, он тяжело болел и впадал в беспамятство. И придворные ждали его последнего воли изъявления. Завещания там и прочее. В том числе ждали и христианские епископы, которые жили при дворце его. Но это были конечно такие немного странные епископы. Честно говоря. Это было такое течение, назывались они Ариане. То есть это те христианские течения, которые не верили в божественность Христа и Духа Святого. Никакой проблемы. Никакой проблемы. Веручительные. Именно эти епископы жили при дворце императора. Но император так и придя в себя последний раз в своей жизни, он так и не принял крещение. Отказался. И последним его официальным распоряжением, это есть в документах официальных императорских. Были принесены жертвы Зевсу и Митре, он просил об исцелении богов языческих этих. Но боги не помогли ему эти. Он впал в беспамятство и уже не приходя в себя уже скончался. И так же его последние распоряжения касались родственников. Дело в том, что он к этому времени, к моменту смерти своей, истребил большую часть своих родственников. Он казнил свою жену Фаусту, сына Криспа, наследника престола. Он убил свою жену, сына Криспа, который должен был стать королем следующего императора. Он убил своего сына, который должен был стать королем следующего императора. И поэтому он обрек империю на гражданскую потом войну и страшное такое время. Он страдал подозрительностью, такой маниакальной подозрительностью. В русской истории он очень похож на Сталина. Помните, эпизод есть, когда он убил свою жену, нечаянно убил свою жену. Одну из своих жен, будем так говорить. Одна из его жены, она была за занавеской, она что-то там протирала. И колебание занавески его напугало так, что убили ее. Он убил ее. То есть человек, который пролил реки крови, миллионы людей убил, он боялся даже колебания занавески. То есть у него была маниакальная страсть такая, страх. Вот, и истории многих тиранов, они очень похожи. И когда Константин умер, то его после смерти объявили в Риме новым богом, очередным богом. Он вошел в фантеон богов римских. А дальше история очень интересная. Придворные епископы объявили его христианином. Вы скажете, как? Стоп! Он же не принимал крещение. Как они могли объявить его христианином? Это были ариане, которые имели практику крещения мертвых. Я был в Софтлэр Сити, в Юте был. Хороший штат, мне очень нравится. Там много мормонов. У них потрясающий хор. Я правда живую, я так его не услышал. У меня было времени просто, к сожалению, мало было времени. Но я в записи часто включаю мормонский хор. Это потрясающе. Один из лучших в Америке хоров считается. И мой средний сын посещает общение мормонов тоже. Он избрал такой путь сейчас. Я думаю, ему надо еще быть в поиске просто. И дети наши, они порой в таком религиозном своем собственном поиске хотят найти свой путь. Я поначалу переживал, потом расслабился и говорю, господь, веди его по жизни. Просто веди, сохрани его. Он любит Господа и он ищет его. Вот, и лучше английский с ними там. Вот, хочет тоже в Юта поехать. Я ему говорю, мне Юта очень понравилась. Из всех штатов мне Юта очень очень понравилась. Вот сама атмосфера такая хорошая. Но у них есть такая традиция у мормонов. Есть некоторые опасные учения, какие-то странные очень учения. И одно из самых странных у них учений это вот крещение для мертвых как раз. То есть берется за основу вот это место из писаний, что делают крестящиеся для мертвых Павла. Но и на этом строится целая доктрина. Я тоже объясняю и своему среднему сыну и там другим людям, что нельзя строить учение, церковную практику большую такую на отдельно вырванном из контекста месте Писания. Это одна из характеристик культа вообще. И вот у ариан была подобная практика. То есть они могли объявить христианином человека, даже уже умершего, не принявшего христианства, но по своему решению. Или же согласию одного из родственников. Хотя в момент смерти Константина родственников почти не осталось. Ну, видимо, от кого-то из них они все-таки получили такое разрешение. Вот. А в средние века Константина объявили святым и равнопостным. Это чисто политическое было решение. Ничего общего не имею еще христианства. Ничего общего не имею еще христианства. У нас делаем перерыв и продолжим. Да. 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 Да.